Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы рассмотрим упразднение юридического лица Гермес Финанс, а также обсудим, как продвигаются выплаты с нового сайта Life is Good. Итак, в Великобритании существует реестр юридических лиц, в котором перечислены все компании, зарегистрированные в Великобритании. И, как видим, в этом реестре также есть компания Гермес Финанс Лимитед, зарегистрированная под номером 131 505 85. Юридический адрес такой-то, зарегистрирована, кстати, в Лондоне. И, обратите внимание, нас интересует текущий статус Company Status Dissolve. Дословно это можно перевести как растворенный, но, наверное, правильнее будет перевести это как упраздненный, то есть, что данное юридическое лицо было упразднено. Сейчас я включу переводчик, который встроен в моем браузере, и вы увидите перевод всех этих фраз на русский язык. Статус компании растворенный. И это произошло 28 июня 2022 года, то есть, буквально несколько дней назад. А созданная компания была, то есть, зарегистрирована 21 января 2021 года. То есть, получается, что компания просуществовала полтора года, с января 2021 по июнь 2022, и, собственно, на данный момент данная компания была упразднена. Тип компании – частная компания с ограниченной ответственностью, характер бизнеса, так в оригинале, не специализированная оптовая торговля. На что указывали многие критики, что данная компания именно является оптовой компанией и не имеет никакого отношения к финансам. Соответственно, у многих сейчас возникает вопрос. Окей, значит, юридическое лицо Гермес Финанс Лимитед прекратило свое существование. Что это значит? То есть, почему Роман Василенко не зарегистрировал новое юридическое лицо или не продлил существование данного лица? Ну что ж, могу предположить, что, во-первых, конечно, очень сильно стало бросаться в глаза именно несоответствие. Если первая компания Гермес Менеджмент, зарегистрированная в Белизе, действительно была финансовой компанией и имела лицензию на управление финансами в Белизе, то данное юридическое лицо к финансам по роду своей деятельности отношения не имеет. И, собственно, многие критики указывали на это несоответствие. Давайте посмотрим раздел «История регистрации». Инкорпорация, то есть образование юридического лица 21 января 2021 года. 20 февраля того же года данные директора изменены для господина Михаила Константина Са. Следующее изменение почему-то Константина Са Михаила. 14 января 2022 года назначение Светланы Кот директором 13 января. Прекращение Михаила Константина Са как лица, обладающего значительным контролем. Это все было 13 января. И уведомление Светланы Кот, как лица, имеющего значительный контроль. И, наконец, 12 апреля уведомление первой газеты об обязательном вычеркивании. То есть, видимо, уже 12 апреля прозвучало заявление о том, что компания будет, юридическое лицо будет удалено. И, наконец, 28 июня Final Gazette распущена через принудительное вычеркивание. То есть, именно упразднение юридического лица. Итак, это окончательное газетное уведомление. Номер и название компании. 21 июня. Компания была вычеркнута, если брать дословно. Или как бы исключена. Исключение компании 21 июня. И, наконец, 28 июня. Окончательное упразднение. Если посмотреть раздел «Люди», то мы увидим следующую информацию. Михаил Константинос. Дата рождения – август 1989 года. Национальность Киприот. Страна проживания Кипр. Род занятий. Директор компании. Был назначен на должность 21 января 2021 года. Ушел в отставку 13 января 2022 года. Адрес такой-то. Его сменила 13 января 2022 года. Код Светлана. Адрес для корреспонденции вот такой-то. Роль режиссер, но это неправильный перевод в оригинале. Директор. Национальность – белорусска. Дата рождения – май 1983 года. Страна проживания – Беларусь. То есть, получается, изначально руководил компанией гражданин Кипра. А с 13 января 2022 года оптовой компанией Гермес Финанс руководила гражданка Беларуси Код Светлана. Как вы наверняка уже знаете, поступление и вывод средств на новом сайте Life is Good происходит через криптовалюту USDT. Вот сейчас вы видите на экране статистику по кошельку адрес TFHV6, на который поступают средства. И, как видите, общий доход показан 12 931 415 USDT. Уже приближается к 13 миллионам. И можно видеть полную историю транзакций практически в режиме реального времени. Например, недавно кто-то сделал взнос 4541, 1778 и так далее. То есть, можете сами это все видеть. А это кошелек, с которого происходят выплаты. И, как видим, на данный момент общая сумма перевода, то есть это средства, которые были выплачены с данного кошелька, составляют 3 193 224 USDT. И также можно в режиме реального времени наблюдать, собственно, те выплаты, которые происходят. То есть, юридического лица Гермес Финанс больше нет, оптовой компании Гермес Финанс больше нет. Но это нисколько не мешает производить ввод и вывод средств через криптовалюту. Планирует ли Роман Василенко восстанавливать Гермес в виде юридического лица? Этот вопрос остается открытым, но вроде бы в новостях ни о чем таком не говорится. Насколько я понимаю, когда средства спокойно в любых количествах и в любых суммах вводятся и выводятся через криптовалюту, большинство участников это вполне устраивает. Есть там юридическое лицо или нет? В следующем видео мы обсудим вопросы, которые, безусловно, волнуют многих. А именно, когда заработает сайт кооператива, смогут ли пайщики получить обратно свои паи, когда балансы счетов Виста будут интегрированы на новом сайте. Информация, безусловно, интересная. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.